Всем привет, вы на канале Суперкит. Понадобилось улучшить комп на сокете 1150, так как Celeron G1840 почти полностью был нагружен уже от одного ютюба, не говоря про что-то большее. Выбор пал на процессор i5-4570. Учитывая, что сокет и все остальное уже предопределено, а также что это не одно изменение будет, то единственная причина, которой руководствовались при выборе процесса, это цена. А вот и он i5-4570. Проц 4-го поколения с частотой 3,2 ГГц и максимальный в турбобусте 3,6 ГГц. 4 ядра и 4 потока. Имеет встроенную графику TDP 84 Вт. Чуть позже посмотрим на температуры в работе, и в том числе, которые были с боксовой системой охлаждения на Celeron. Сюда же будет установлен иной охлад, поскольку тот, что был, банально не справится с новым процом. Конкретно, Zalman Optima 2, это башенный радиатор с четырьмя теплотрубками и вентилятором. Имеет внушительные размеры, вес, ну и подсветку, которая будет переливаться цветами радуги. Кстати, подсветка имеет трехпиновый коннектор, который можно подключить совместно с самим вентилятором в один разъем, через специальный переходник-двойник, а потом уже это все в разъем на материнку. Термопаста в комплекте есть. Если кому интересна инфа по поводу возможности установки на AM4, то эта платформа заявлена как возможная к использованию. Например, это отличает данное охлаждение от моего Zalman Performa, для установки которого на AM4 нужно будет докупить отдельно недостающие элементы. Однако, из комплектации я также вижу отсутствие резистора, который ставится в разрыв цепи между системной платой и вентилятором, чтобы дополнительно замедлять количество оборотов, и тем самым уменьшать шум работы вентилятора. С одной стороны, четырехпиновое подключение позволит управлять скоростью вращения из биоса, но с другой стороны, по опыту использования своей Performa скажу, что резистор все же понизит скорость вентилятора еще больше, чем самый минимум системной платы. Продолжение следует... Не каждый день в руках держишь стороннюю дорогую систему охлаждения, поэтому у меня появился интерес сравнить между собой Zalman Performa и вторую Optima. Продолжение следует... Для этого сначала я подброшу свое охлаждение, предварительно нанеся термопасту. Ту самую, которую использую во всех последних видео, MX4 от Arctic. Полностью крепить не буду свой радиатор к плате, так как это очень кратковременное совместное использование. Продолжение следует... Продолжение следует... Пробуем включать. Поскольку это первое включение после установки проца, то можно для начала посмотреть, что мы получили с точки зрения выгоды нового i5. По баллам в CPU-Z видно, что i5 и одним ядром набирает больше и в целом где-то в 2,6 раза производительнее. Если смотреть в Аиду, то i5 с включенным турбобустом набирает в CPU Queen 33 тысячи балла, а Целлерон лишь 13 600. Замена проца была также пусть и небольшой, но выигрыш и в скорости работы оперативной памяти. Нагрузка проца, которая продолжалась несколько минут, нагрела проца до 45 градусов, при том, что вентилятор работал далеко от максимума. В то время как нагрузка более холодного Целлерона, но под боксовой системой охлаждения, прогрела проца до 61 градуса, при выходе на максимум скорости вращения вентилятора, который при этом прилично шумел. Но боксовый радиатор лишь небольшая пластинка, поэтому неудивительно. Однако у этого компа будет своя новая система охлаждения, как я и говорил. Радиатор крепится к материнской плате через бэкплейт, поэтому пришлось полностью вытащить системную плату. После нанесения термопасты, а в данном случае было принято решение, так же воспользоваться MX-4, а не комплектной от Zalman, прикручиваю радиатор к бэкплейту. Советую сразу запастись отверткой с магнитом, если хотите сохранить свою нервную систему. Субтитры добавил DimaTorzok Не думаю, что принципиально в каком порядке, так как процессор защищен теплораспределительной крышкой, но я закручиваю крест-накрест, чтобы было равномернее и башня не отклонялась в одну из сторон при закручивании двух смежных винтиков. Тем, кто захочет такую систему охлаждения установить себе, обратите внимание на свою оперативную память. Если у вас два слота и оба заняты планками памяти, то нужно учесть, что с радиатором на оперативке процессорный вентилятор скорее всего не станет на свое положенное место. После его установки при использовании ОЗУ без радиатора, зазор остается между планкой памяти и вентилятором процца минимальный. Это можно сейчас видеть. Если бы на планке памяти был радиатор, вряд ли бы все это влезло. Зазор между второй Optima от Zalman и видеокартой такой. Зазор между системой охлаждения и обычного неслимового корпуса, более чем с запасом. Крышка легко закроется. Ну вроде и как все собрано и подключено. Можно попробовать и включить. Все заморгало и закрутилось. Работает тихо даже при открытой крышке. Что же касается самого теста, а я напомню, что процессор i5-4570 имеет ДП 84 Вт, то температура чуток выше, но почему-то при этом скорость вращения вентилятора на 100 оборотов медленнее. Видимо, так определилась системная плата по вращению. Учитывая одинаковый размер и вес, я бы определил обе системы охлаждения от Zalman, которые были в этом видео, как одинаковыми. Плюс перформы – наличие резистора в комплекте. Плюс второй Optima – возможность установки на AM4 и кому нравится RGB подсветка. В собранном виде через стекло на боковой крышке корпуса это выглядит так. Данные изменения – это шаг владельца компа к возможности поиграть. Скажу, что память здесь DDR3 8 ГБ, две планки по 4 ГБ и наиболее проблемное место теперь – это видеокарта. Здесь установлена GTX 650, планируется и ее замена. А пока, например, World of Tanks на средних настройках и разрешении 1920 на 1080 работает вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!